В Шариповском районе начинающие фермеры могут получить единовременную финансовую помощь на развитие своего хозяйства. Сегодня у нас занятие будет электронная почта. Мы сегодня будем регистрироваться в электронной почте. В Камске у студентов университета активное долголетие начался второй семестр учебного года. Утро 17 января стало трагичным для жителей районного центра. В одном из многоквартирных двухэтажных домов начался сильный пожар. Здание деревянное, старые постройки, поэтому пожар практически за считанные минуты охватил огромную площадь. По информации МЧС, пожару был присвоен второй ранг сложности. Это самый высокий ранг, который может быть в нашем районе. На тот момент, когда пожарные приступили к тушению, горела уже половина здания. В 8.59 поступило сообщение пожарной части радиотелефонисту, что горит двухэтажный жилой дом по улице Ленина, 131. Автоматически на двухэтажные жилые дома были высланы силы из четырех отделений по рангу номер 1 БИЦ. По прибытию первого РТП начальника Карлова, горел первый этаж и второй этаж, и кровля на площади около 350 квадратных метров. Были и проблемы при тушении пожара. Из-за низкой температуры воздуха замерзали рукава для подачи воды. В итоге здание сгорело полностью. Есть погибшие и пострадавшие. Один от отравления погиб от отравления угарным газом, а двое сгорело. Госпитализировано всего двое подростков, детей из одной семьи по поводу отравления угарным газом. На сегодня самочувствие у них удовлетворительное. Они находились в реанимации, сейчас будет переводиться в общесоматическое отделение. Администрация района провела заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где обсудили варианты помощи погорельцам. Один из этапов это восстановление документов. Каждый погорельц получит единовременные выплаты. 10 тысяч рублей из фонда администрации района, по 12 тысяч рублей от управления социальной защиты, а также направлен запрос в краевое правительство о выделении материальной помощи. И, конечно, самая главная мера поддержки – это обеспечение временным жильем. «Размещение у нас будет в геофизиках, в общежитии. Тоже оно безвозмездно основено. Это у нас пока за все будет платить администрация. Пока на сегодняшний день. Дальше будем смотреть. Я думаю, что пока с ними есть договоренность на месяц, но за месяц навряд ли мы сможем решить квартирный вопрос. Я думаю, будем с ними договориться на более длительный срок. Никто из пострадавших без помощи оставлено не будет. Бухчанская администрация взяла на себя решение вот этих вопросов. Мы прекрасно понимаем восстановление документов. И люди остались в чем были. Поэтому будем помогать». Сейчас общежитие стоит практически пустое, поэтому места хватит на всех. И хотя многие из погорельцев на первое время остановились у знакомых и родственников, уже на сегодняшний день на проживание оставили заявку 19 человек. В общежитии созданы все условия для проживания. Теплые комнаты, кухня, санузлы. «Мы им предоставили номера двухместных. И каждому семье, если она состоит из четырех человек, значит, мы им предоставили две комнаты. Если она состоит из двух человек, соответственно, они живут у нас в комнате. Вот такого типа, значит, у нас кровати застеленные с бельем, шкаф, стол, вешалка, ну и стулья, ну и две тумбочки. Все условия есть». Также в столовой Богучанской геофизической экспедиции для погорельцев предусмотрено бесплатное трехразовое питание. «Будет приготовляться завтрак, обед, ужин на завтрак, естественно, будет молочная продукция, обед будет с первым, со вторым, ужин будет что-то второе, будут приходить они к нам сюда и кушать». Жители Богучан тоже не остались в стороне от трагедии. Сейчас поступают вещи первой необходимости, включая продукты питания и одежду. Те, кто желает помочь вещами, могут приносить их в Управление социальной защиты и в общежитие микрорайона геофизиков. «Люди хорошо относятся, все звонят, все спрашивают, люди хорошо. Людям, дай бог, здоровья, всем помощи. «Разместились как?» «Да, ну и девочки тоже ничего, ничего, все чистенько у нас здесь хорошо, душ работает, машинка стиральная есть, все, люди идут, идут, и вечером идут, и картошку несут, и просят, чтобы звонили, все». Уже завтра станет известен счет, на который можно будет перечислить денежные средства. «Смотрим, то есть кочегарка у нас выведена в целях пожарной безопасности, все это отдельно. А оттуда уже из кочегарки вот идут трубы, батареи в каждом вольере». Наталья Алексеенко смело может назвать себя специалистом по козоводству. Первое животное здесь появилось 10 лет назад. С тех пор все правила по содержанию и их разведению она знает наизусть. С помощью господдержки удалось значительно продвинуться в любимом деле. 300 тысяч на открытие собственного дела выделила администрация района. И на такую же сумму выиграли грант от службы занятости. «Тот период у нас был очень небольшой сарайчик, было 8-10 козочек, которым в принципе зимой это было холодновато. То есть нам в первую очередь нужно было сделать здесь отопление, завести тепло и провести сюда холодную горячую воду сделать. Вот как только мы получили финансирование от центра занятости, мы этим и занялись. Пробурили скважину, завели отопление, сделали». Сейчас в хозяйстве семьи Алексеенко 40 голов породистых высокоудойных коз. Первую завели в целях профилактики. У сына была сильнейшая пищевая аллергия, избавиться от которой удалось с помощью козьего молока. Со временем по этим же причинам спрос на продукт появился и у других семей. С ростом поголовья хозяину пришлось мастерить новый большой сарай и специальный станок для доения. «Самцов производителей по правилам содержат отдельно откос. Вес животных этой породы достигает 100 килограммов. Да и стоит взрослый козёл около 100 тысяч рублей. Но такие приобретения приносят результаты. До конца года в хозяйстве ожидают приплод около 50 козлят. Фермерство для этой семьи стало бизнесом с полной занятостью. Кроме молока, сыра и творога они продают мясо. Уже налажен сбыт продуктов в крупных магазинах». «Мы приехали в ветеринарию, там задавали свои вопросы, нам рассказали, как, что нужно делать, какие нужно анализы делать, какие должны быть требования по содержанию, по переработке молока, по фасовке молока. То есть всё это выполнили и потом уже пошли на торговые точки». Фермерское хозяйство как прибыльный бизнес в городе и районе сейчас выбирают немногие. Но те, кто знает о возможной финансовой поддержке, решаются на это смелее. В 2014-м с помощью госвыплат от центра занятости населения в Шариповском районе появилось 4 крестьянских хозяйства. В этом году свою мечту о прибыльном животноводстве осуществили ещё трое. «Граждане, проживающие в районе, получают единовременную финансовую помощь, например, для разведения крупнорогатого скота или на разведение овец и коз. Частные фермерские хозяйства имеют поддержку со стороны государства в виде предоставления единовременной финансовой помощи гражданам, желающим открыть собственное дело». В Свято-Троицкий храм посёлка Тура доставили частицу мощей Великой Святой Блаженной Матроны Московской, почитаемой по всей Руси. Каждый, кто хоть раз бы побывал у её мощей и иконы в Московском Покровском монастыре, навсегда запомнит необыкновенное ощущение близости, теплоты и отзывчивости на просьбу о помощи, которые приходят во время молитвенного обращения с Матронушкой. Также всем известно, как нелегко подойти к иконе Матроны из-за огромного потока людей со всех уголков нашей необъятной страны. И вот у жителей Туры до 22 января будет уникальная возможность на своей земле поклониться Святой Матронушке и попросить поддержки в самых сокровенных желаниях. На территории Шарыповского района в окрестностях Трёх озёр – Большое, Малое и Сарбоголь появится туристическо-рекреационный кластер. Сегодня в администрации района ведётся работа над дорожной картой. В течение зимы-весны будут приведены в порядок объекты культурного наследия и археологические памятники, разработаны туристические маршруты. Уже в прошлом году район получил из краевой казны более миллиона рублей, на которой на базе отдыха «Кордон» создан пляж. Проведено ночное освещение, установлены душевые кабины. К началу нынешнего летнего сезона будут обустроены два муниципальных пляжа – «Волна» и «Тигерголь». Район будет включён в федеральную программу для привлечения средств на развитие внутреннего туризма. У студентов университета активное долголетие начался второй семестр учебного года. Среди действующих факультетов краеведения и основы компьютерной грамотности первый пользуется особой популярностью среди пенсионеров. Там сформировано целых три группы. Занятия проходят и в библиотечном колледже, и на базе молодёжной библиотеки. С помощью грамотных преподавателей студенты учатся выполнять самые необходимые действия на компьютере, такие как его включение, подключение к интернету и общение посредством электронных мессенджеров. «Сегодня у нас занятие будет электронная почта. Мы сегодня будем регистрироваться в электронной почте, посылать друг другу письма, отправлять фотографии, в общем, объединиться с сообщениями. Ну, как бы всё нормально, занятия проходят очень внимательные слушатели, записывают всё». Как рассказала ректор Народного университета Людмила Калиновская, в этом году в группах наблюдается очень хорошая посещаемость. Все учащиеся активно ходят на занятия, а если не могут прийти, то обязательно сообщают причину прогула. Также студенты уже сейчас просят увеличить количество факультетов. В частности, их интересуют такие темы, как здоровье и рукоделие. Добавим, что сам университет «Активное долголетие» создан в 2012 году с целью вовлечения в образовательный процесс людей старшего возраста и сразу же стал востребованным среди пенсионеров. В Каннске текущий набор стал уже третьим по счёту. Каждый человек хоть раз в жизни дозапускал этот летательный аппарат. В век высоких технологий любовь к классическому бумажному самолётику не проходит. Сегодня Шушенский Центр детско-юношеского технического творчества проводит пятый открытый юбилейный районный конкурс «Бумажные крылья». Увлечение это отнюдь не школьное. С 2006 года на планете проходят регулярные чемпионаты мира по запуску бумажных самолётов, в которых принимают участие представители из 80 стран. Соревнуются на дальность полёта, продолжительность, а в категории «Аэробатика» – выполнение фигур высшего пилотажа. Для справки. Рекорды чемпионата мира – дальность полёта 63 метра, продолжительность 27 секунд. Рекорды наших участников скромнее, но они есть. Четвероклассник Илья Усольцев из Саиногорска запустил свой самолёт на 11 метров. А самый продолжительный полёт был зарегистрирован у самолёта «Виталия Погодина» – пятиклассника из третьей школы. На соревнованиях действуют строгие правила. Самолёт должен быть собран на месте из листа бумаги А4 без скрепок, скотча и ножниц. Секреты лётных качеств своих самолётов, конечно, держатся в тайне. Здесь они изготавливают эти самолёты только на месте. То есть с собой они привозят как для показа, для, так сказать, стендовой оценки. А здесь они изготавливают уже при комиссии три самолётика на дальность, на продолжительность и для выполнения фигур высшего пилотажа. Приз за самый оригинальный самолёт получил Александр Бельтюков. Наряду с мальчишками соревновались и девочки. Организаторы соревнований уверены, что увлечение бумажными самолётиками не пройдёт в народе никогда. Ведь это самый яркий и романтичный символ детства и светлых надежд. Символ первого шага в небо.